И большой город, и весь регион активно включились в инициативу, предложенную федеральным центром. За четыре года работы по благоустройству общественных мест были проведены в 56 населенных пунктах. Лидирует, конечно же, Хабаровск. Жители принимают в строительстве новых объектов прямое участие. Не на строительстве, конечно, а путем голосования за тот или иной проект. Представители краевого правительства рассказали студентам, что уже сейчас они могут применить полученные знания в преображении общественных пространств. Впрочем, такой опыт у учащихся есть. Именно они разработали дизайн сквера русских сказок в Северном парке. Его реализовали в 2021 году на деньги нацпроекта. Дизайн проекта сквера в районе храма Матроны Московской в Березовке также придумали учащийся ТОГУ. Территория выставлена на голосование и на данный момент собрала более 5000 голосов. Сегодня я считаю, что в Хабаровском крае огромное количество людей, которые поучаствовали, это действительно тренд. Выбрать территорию и благоустроить ее. У нас больше 95 тысяч. Мы все планы свои практически выполнили. Скверы и парки, за которые проголосовали в прошлом году, уже обустраивают. Сейчас жители выбирают территории, которые будут благоустраивать в 2024. Федеральные деньги на эти работы выделят в том случае, если в регионе проголосует не меньше 100 тысяч человек. И будет обидно, если достаточного количества голосов не наберется. Шанс сделать родной город лучше будет упущен. Напомним, что голосование за благоустройство скверов и парков проходит на сайте «Городская среда». Оно завершится 31 мая. Ольга Горбунова, Яна Ленкевич. Для Большого города. Продолжение следует.